Теперь по технике отрыва, что я вам сейчас расскажу. Значит, стандарт научить технике отрыва такая, что строго, допустим, говорят общую фразу, да, строго против роста волос, так как они говорят. Ну, что строго мы уже поняли, что там строго, в общем-то, не получится, потому что волосы растут, в том числе и в разных направлениях, немножко, в общем-то, изменены, там, под углами, там, от 30 градусов. До, собственно, до 180 бывает. Вот, поэтому техника отрыва, в идеале, должна у вас двигаться как бы по дуге, то есть вы от кожи должны не наносить, допустим, сюда, да, дергать сюда же, вот, там потом технику мы разберем с вами, техника бокового скольжения, так называемая, да, которая имитирует, собственно, у нас выдергивание щипчиками тоже, она используется только в точечных, в точечных, волосках, вот, я вам ее потом покажу, тоже отлично работает, но только на точечных, вот, поэтому отрыв должен быть не параллельно, так сказать, коже, да, как они, как пишется, а должен быть немножко по дуге такой отрыв, потому что здесь идет, как бы, момент такой, что паста все равно, она липкая, она, получается, за собой увлекает и немножко их подергивает, волосы, как бы, из глубины, волосы, они растут не всегда, как бы, вот так, и выдергивать, стараясь, как бы, в этой, в этом направлении, точно, строго в этом направлении, вот, есть шанс, что вы, все-таки, у корешков здесь будете обламывать волосы, и они у вас выдерутся не все, а, допустим, или он у вас, допустим, длинно, выделится, вот, такое останется, такая штука, поэтому, в идеале, надо выдергивать, как бы, чуть-чуть вверх, и, да, по диагонали, вот, еще одна фишка вам, так сказать, на запоминание, и то же самое касается шпательной техники, особенно, кстати говоря, шпательной техники, потому что шпатель имеет, как бы, поверхность узкую, вот, и когда вы будете пытаться узким, узкой, узкой, это самое, выдернуть из кожи, сразу, как бы, то, во-первых, шпатель может ломаться, ну, если, конечно, вы используете железный, то это, в общем-то, не страшно, но так может шпатель ломаться, либо он может у вас, так сказать, абсолютно, ну, не вытарить из-за того, что там, что наносите, может вообще волос, как бы, не выдирать, когда шпателем тоже немножко выходишь, немножко выходишь с пасты, вот комок пасты, да, наносите, так сказать, в волосы, да, растущие, комок пасты сюда идет, направленный, и, получается, шпателем мы мазываем, естественно, на максимально тонкие, да, участки, когда пытаемся так оторвать, то волос просто, можно сказать, соскакивать, да, что ли, паста соскакивает, да, что ли, паста соскакивает, да, если мы идем по вертикали, называемый, то мы уже сюда подстерли, и поликулу нам более охотно отдаст, так сказать, этот волос через верх. Ну, в общем-то, это надо попробовать, да, и посмотреть, там очень есть какая-то техника привыкаешь, на самом деле, потому что волос все равно паста подтягивает, в любом случае придергивая так, да, на волосы вы, как бы, не нарушаете общего, общего правила, да, шпателем, да, поросту волос, но зато вы повышаете эффективность своей работы, ну, сколько раз сами там посчитаете, вот. Главное, чтобы, чтобы вы, меньше, так сказать, обломано волос у вас было, но это, во-первых, зависит, ну, от техники зависит, конечно, во-вторых, это зависит от того, насколько там волос этот жесткий, да, уже торчит там, и зависит, естественно, от качества пасты, да, которая может обламывать. Естественно, самоварки обламывают волосы, просто вообще шум стоит, я не понимаю, как там самоварку наносят, когда разминают в руках там очень долго, потом пытаются наносить уже из потевших рук, ну, вот, народ работает, я знаю про эти теми.